мы с вами продолжаем рамбам введение в мишну мы поговорили с вами первой главе о том как шла непосредственно передача что нужно было много минимум четыре раза учить потом преподавать видели что даже весь народ любую заповедь выучивал ее нами наизусть как она звучит согласовками с знаками кантеляции каждую заповедь каждый еврей не какой-то там самый крутой самый умный раввин который должен знать каждый евреи мы сказали таким образом и выучивал и мы сказали что машин через мошер обойну пришла к нам вся тора он ее передал записал 13 свитков его спрашивали всевозможные вопросы и потом вторую главу мы разбирали она была посвящена посвящена пророчеству в частности от противного мы разобрали лжепророчества и все что с этим связано мы сказали что он хотел написать книгу видимо он даже и начинал писать параллельно с мурин и вухим но не у нас такой нету книг которая посвящена непосредственно пророчеству у нас есть в законах царей в книге яда хазака есть немножко в самом море на вухим и то что мы сейчас читали здесь и после этого мы перешли к 3 главе которая посвящена передачи но не то как передавали через кого то есть цепочки передачи она посвящена и мы упомянули чтобы были старейшины пророки мудрецы великого собрания мы сказали часть мудрецов перечислили которые мы знаем включая трех последних пророков шимона цадик и так далее мы сказали что в в этой главе у нас очень сильно отражается первая глава перке вот кстати сейчас мы на это не в этот шаг ближайший шабад мы будем читать шестую главу и надеюсь что все прочитали первые пять глав если кто-то не прочитал пусть постучит пяткой в глаз за себя они в грудь и желательно не при мне и и завтра прийти и сказать видите мне синяки подсвечивать я все прочитал все пять главы шестую уже начал потому что ребята если кто-то этого до сих пор не прочитал то это показывает как бы так мягко сказать о вашей жесткой несерьезности если кто-то это не читает мы сказали что с пессаха дороже шина есть некоторые которые только с пессаха до шабота но большинстве общин сегодня распространено с пессаха дороже шина каждый шаббат читается глава из пирке вот поэтому пожалуйста не отлынивайте и тут мы с вами сказали про рабей ну а кадош как его звали еще рабе уда носи иногда его звали просто рабе он был седьмым поколением от и леля он получился ответственно у своих здесь перечисляется шимон гамлея шимон гамлея шимон и лель все его про отцы потом перечисляются пять пар который у нас снова таки фигурирует в первую в первой главе перке а вот кто мне скажет пять пары мудрецов и что значит пара владимир илья шимон и садик это был до пар пар один был главой санедрина второй был главой раввинского суда антигнас тоже топор вот после него как раз пары начинаются и и сын и если бы нее из речи цердая сэй бен йоханан и шерушалаем и после них начинается уже мы не видимо роли главы и раввинского суда немножко уменьшается и после этого мы видим именно главу санедрина которая передавалась по наследству в потомстве и леля и здесь сказано что в принципе когда мы это протягиваем цепочку он говорит что мудрецы великого собрания получили от эзры который тоже был среди этих мудрецов который получил от баруха бен-эн-эрии который получил от эрмияу который получил матишаяу и так далее и так далее мы видим цепочку которая у нас дома ширпой но есть четкая цепочка каждое поколение можем сказать некоторых поколениях мы можем назвать одного-двух человек в некоторых поколениях мы можем сказать десятки людей есть поколение которые мы знаем про них намного лучше но по большому счету нет ни одного поколения где я бы мог сказать а тут 50 лет я не знаю было ли какая-то передача такого у меня нет и сейчас мы продолжаем с вашего разрешения есть разрешение полях собравы все концепции высказывания раби начал составлять мишну которая содержит толкование всех записанных в торе заповедей то есть по большому счету мишна изначально это была книжка аллахи законы сегодня мы говорим не мы не рассматриваем мишну как книгу законов если мы хотим рассматривать книгу законов какие книги мы берем шуха нару мишна брура царица суббота какое падение нравов не конечно книжка хорошая но ты сказал про одну книжку алиф на русском языке который затрагивает только один вопрос это не целиком хотя на хорошие не споришь что на хорошие талмуд бавли это тоже правильно потому что по большому счету задача талмуда это именно провести всю цепочку до окончательной аллахи просто это не сама аллаха как шухан рухи или мишна брура а это именно процесс выведения аллахи законченный процесс что еще скажете ждал шухан руха равы говорят товарищи из хаббатской общины прекрасно есть еще целый ряд известных раввинов есть бен-иш-ха есть кафаха им есть маген авраам и так далее так далее если еще целый ряд очень известных книг которые подводили аллаху причем достаточно в больших объемах из современности частности тот же раввы сын равваваде из хакаваде он написал елкут юсеф который охватывает практически всю тору с огромным количеством решением ахроним он приводит там на каждой странице у него сотни источников сотни и он разбирает каждую аллаху где до 100 алиф для сфарадимы в эту него вообще общий подход достаточно много облегчений хотя не во всем но снова таки книг есть много мы должны с ними время от времени сталкиваться но мишна на сегодняшний день вообще не аллаха может быть что гмара решила что это мишна она является аллахой тогда это аллаха но очень нередко бывает что мишна сказал это не то есть есть мишна такая такая то есть брайта такая то такая то аллаха побрайте значит аллаха будет побрайте да они тогда в пустыне учили то что им передавал уши и вопрос в сравнении что мы имеем сегодня мы сегодня наверное я думаю что ты скромный насчет 100 потолок 40 лет повторять наизусть то что мы пытаемся сделать наше время если там была одна вещь а сегодня у нас 1000 до хватало еще раз когда я говорю что нужно выучить наизусть никто не говорит что ты должен выучить наизусть как ты там товарищ фотограф сказал все тонально все оттенки и тональности это нет саму заповедь да то есть ты говоришь в шарте мутам леот аль я дэха ваюлит это фото бэйне и неха ухтафнам аль меззот бэйтехов и шарэха три заповеди ручной тфилин головной тфилин мезуза ты сейчас их читаешь ты говоришь правильными огласовками с правильными интонациями это то что ты должен знать наизусть наизусть ты нет должен сейчас каждый человек до ник нет такого требования чтобы он знал все 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 законы суферстама наизусть хотя по хорошему да потому что к примеру соферстам написано что есть заповедь для любого человека читать не читать написать книгу тора есть мнение что если он купил то этого достаточно есть такое мнение но с точки зрения простого смысла ты должен его сам написать но я не слышал нигде чтобы кто-то сказал что есть мнение что ты должен сделать филин самостоятельно есть такое мнение тоже но про тфилин никто я не слышал чтобы сказал ты должен пойти завалить корову обработать ее кожу покрыл приготовить краску черная делал кстати кто-то нет мастер которого это его работа не было никакой нет нет и не не про коина не про конкретного человека не такой запад есть запад что ты должен одеть филин мы знаем что он должен быть из кожи мы знаем что внутри должны быть свитки 4 главы которые написаны по правилам по тем же правилам как и свиток тора единственное что то кожа на которой они пишутся может быть более тонко то есть кожа состоит из трех слоев разбудите товарищи кожа состоит из трех слоев верхний эпидермис как правило снимает чтобы было удобно писать хотя мы сказали что мошера бейна его не снимал описал на нем но остальные два слоя обычно идут единым целым их можно расслоить по специальным технологиям для свитка тора это будет не годится если ты их расслоил сделать один для мезузы или для тфилина будет годится поэтому там у тебя есть намного намного более тонкая кожа потому что это один слой а не два и тем более когда она обработана вообще получается тоненькая тоненькая и сейчас написать это по всем правилам правильными чернилами зашить это никто не пишет нигде в отличие от свитка тора что ты должен это сделать нет ты можешь пойти купить бритмилу сыну в аллахе написано что правильнее бритмилу сына делать самостоятельно у меня жена не согласилась на самом деле вопросы многие мойли спрашивают то есть он делает всю подготовку ставит на кожу зажим и говорит хочешь ты там и есть зажимы ты должен по зажиму сделать вот так вот скальпелем но снова таки есть некоторые заповеди про которые мы видим что действительно упоминается что по крайней мере хатхила лучше сделать но очень многие заповеди но это вообще не упоминается если мы говорим сейчас про бритмилу стать специалистом по бритмиле понятно что это специальность знать основные понятия и суметь это сделать это совсем не сложно если ты знаешь цены а совсем не опасно стрёмно да очень стрёмно никакой опасности нету опасность есть я тебе по секрету скажу там по секрету эти просто скажу что единственный вариант когда ты сможешь отрезать если ты у тебя поставили зажима резать ты будешь в стороне то есть проставили зажима лиза ризану здесь извини в таком случае ты можешь перерезать и горло тоже значит но если ты позже ему проведешь ты не можешь там ничего отрезать вообще ничего не может резать зажим он такая толщина что нужно пропустить только кожу он вообще не может технически он не может пропустить головку он не может никак никак вообще то есть это специально профессиональный были случаи это правда те которые слишком много рисовались и делали без инструмента и без моили или говорили что они моили они сами были не слишком крутые или делали вслепую было за всю историю за 2000 лет было несколько таких случаев но снова таки ни разу не было случая чтобы кто-то поставил зажим и промахнулся да знаю таких а как делать а ты у тебя же боль как 1 как минимум зашивать как от боли ты же от боли а вообще еще стеклом себе дел ладно я промолчу про него я не думаю что ты слышал ну рассказывай а я расскажу значит выкицеры теоретически можно вы на самом деле нужно понимать что это должно быть идеально заточена никаких сколов и так далее можно это делать извините даже не бамбуковым ножом если он у вас остро заточены значит во время шкиты нет такого понятия с одного удара секунду нет вот и есть одно из требований во время шкиты что нельзя делать остановку то есть ты можешь делать взад вперед несколько раз ножом но не останавливаться это то что оговаривается во время шкиты а как на скрипке можешь играть только не тормози значит и без аккордов и без пицциката пожалуйста если кто-то это такое когда струну знаешь щипаешь тынь-тынь-тынь да именно так значит это ты не можешь делать здесь у тебя такого ограничения нет но это должно быть резать и не давить то же самое кое-что похожее но не более того снова таки любые законы если мы посмотрим есть много вещей особенно если мы говорим всякие програничные ситуации где нужно спросить раввина но базовое исполнение любой заповеди ты должен уметь любой любая заповедь одеть филин ты должен уметь ты не может но может быть мне придет раввыльяу одеть филин тогда я одену исполнен заповедь но без него как же я буду я что специалист ты должен быть специалистом одеть суцит ты можешь сказать я не знаю как точно связать это не так критично хотя это учится за несколько минут но сказать я не могу одеть нет извини такого быть не может ты не можешь сказать ну я скажу браху на хлеб если кто-то мне просуфлирует так это касается любой заповеди это то что я хочу сказать в принципе то что уровень который здесь подразумевается это не знать все хитросплетение а кто-то сказал а в такой ситуации так далее так далее это ты прав что такие знания есть у единиц людей и нельзя требовать от всех чтобы у них были такие знания это правда но знание на уровне пользователя любые любой заповеди у тебя обязаны быть ты должен знать что она у тебя есть и ты должен знать как ее на уровне пользователя сделать тогда вот другой вопрос глядь это как-то на рай если оставь не хочу рая хочу исполнять заповеди не хочу рая она мне рай будет очень хорошо я знаю дело это не для рая для того что всевышний от меня это потребовал исполнение заповеди сто процентов моими руками качество меняется ли если я буду знать как допустим твилин сделан меняет ли качество самой заповеди как меняется меня поэтому допустим с старшим сыном когда пошел брать твилин то мы пришли специально к соферстам у которого мы заказали твилин и он ему показал как делается твилин он показал и мы выбрали сам саму коробочку и мы выбрали свиток и мы он при нас это вставил и так далее и так далее ты нам намного больше живешь этой западе если для тебя это не черный куб а ты понимаешь что это в этом кубике есть это есть это здесь так разделено здесь так тебе это дает сразу оживляет заповедь и так любую заповедь ты если говоришь мне дали цицит у кого-нибудь есть из присутствующих показать ну иди покажи если не боишься иди сюда бить не буду сильно не значит объясняю сдвинься еще чуть-чуть здесь начало чуть-чуть узел распускаться здесь узел начал чуть-чуть распускаться на данный момент на кошерность это никак не влияет все прекрасно все идеально если он сейчас не будет здесь подтягивать и не будет здесь подтягивать то здесь у него все нитки начнут корежиться а когда они корежат то они при первом напряжении могут в два раза легче порваться когда они скручены из-за того что этот узел распустился а здесь если этот узел распустился то эти нитки начнут убегать и так далее и она уже вообще перестанет быть каким кошерным потому что нет нужного количества узлов поэтому нужно время от времени взял здесь чуть-чуть подтянул здесь чуть-чуть подтянул особенно после стирки задний у тебя очень сильно кстати распустился то есть я извиняюсь это каждый человек если человек говорит я делал что вы от меня хотите я купил его в магазине извини меня у тебя когда ты купил вероятность что он кошерный 99 процентов на 100 не потянет но 99 процентов после двух стирок вероятность что он кошерный может быть 70 80 процентов это зависимости от того не как его стираю еще раз я сейчас говорю вот того что ты делаешь просто трение узел этот распускается если его не затягиваешь то он теряется если он потерялся то тебя потерялась кошерность ты можешь восстановить но если ты этого не знаешь и не видишь и не думаешь точно так же как человек говорит я пошел супер кошерный супер купил там мясо и молоко ну и кто сказал что ты кушаешь кошерное ну как же я купил кошерное мясо и кошерное молоко но если ходил и положил вместе есть не только уровень и я пошел и купил кошерное здесь уровень должен быть понимание того что я делаю ребята мы должны чуть-чуть продвинуться потому что все просто хорошая жизнь хорошая конечно желательно не критично если они в одной критично если они разлились на одной полке тогда критично если они просто стоят запечатанные на полке никакой проблемы у тебя нет вопрос на секунду про улучшение заповеди могу ли я взять воду с сахаром пшикнуть сюда и сушить на солнце чтобы она не развязывалась неделю или должен идти к таким вопросам я тебе скажу что меня есть большой спор про воду с сахаром не слышал про клей про клей есть вопрос классический значит ты правильно понял что вопрос здесь будет в инородности если я сейчас помимо нити добавил что-то то фактически я сейчас вместо заповеди нитями с узлами я сейчас получил нити залиты пусть узел где то есть но они залиты другим материалом клеем из-за этого не держится и это уже мне категорически не устраивает меняешь то что у тебя сейчас то что держит узел это не на трение узла а это сахар который заставил узел затвердеть то мы вернулись к мишне я извиняюсь что у нас такие отходы но такие отходы по жизни необходимы собрали собрался концепции высказывания рабе начал составлять мишну который содержит толкование всех записанных в торе заповеди в него шли положение передаваемые устно от маши законы выведены потом носила гизма вне не вызывающие разногласий законы приведение которых разделились мнение между законодателями между двумя силогизмами то есть может быть даже взяли один тот же силогизм но использовали его по-разному неоднозначность мне не нашла отражение в тексте мишны кто-то говорит так кто-то говорит иначе просто мишна это у меня кто является автором слабак нет сам мишна раби мэйр это общее правило просто мишна это раби мэйр можно конечно сказать и раби акива потому что раби мэр был учеником раби акива есть несколько мест не написано просто мишна это раби акива но как правило мы говорим формулировку конечную мишны делал в основном раби мэйр раби иудай записал не путайте до этого это было устная тора сформулировали предложение в определенном как определенное правило порядок формулу этого закона сформулировал раби мэйр как правило если нету не написано другого автора наоборот раби и лишь бы на бой был поколение раби акива и размер многие вещи у него учил и даже когда когда один спорит со многими то приводится как единичное мнение так и мнение большинства как упоминается в трактате и дует свидетельство дословно раби поступил так видя что это принесет существенную пользу зачем зачем брать изначально мнение которое неправильно чтобы всегда человек развивался я неправильно сформулировал это была провокация никто не сказал что второе мнение которое не по которому не принято лоха что оно неправильно есть два мнения одно принято одно не принято это не значит что второе мнение неправильно это первый момент а во вторых если потом кто-нибудь скажет а я получил такую традицию ему сказать хорошо ты получил традицию потому что это и по этой традиции шли там дошли там то что он такой то и тогда мудрецы взяли две традиции и приняли решение что закон идет по первой традиции и поэтому вторая традиция хотят то что ты слышал абсолютная правда есть такое мнение но мы его не принимаем к аллахе снова таки иногда очень важно будет разобрать почему принято почему хотели дать второе мнение потому что из этого мы можем выучить для себя много нового и я об этом вспомню но лишь после разъяснения важного принципа который считаю местным здесь изложить правомерен вопрос если вы как мы установили толкование закона приняты от маши вся тора общие частные также нюансы были даны на горе на горе сина и предыдущая недельная глава дар то то что представляется были те единичный выход которых сказано аллахали мушами сина и все законы даны на горе сина когда сказано есть целый ряд выход про кто-то написано аллахали мушами сина и вот принцип который тебе следовало бы осознать переданные от маши толкования никоим образом не вызывали разногласий мы никогда не не обнаружили разногласий трактовки основной системы законов между мудрецами торы начинают машей дураваше то есть до конца конца талмуда раввина и рафаше это конец талмуда не было случая чтобы один из мудрецов утверждал что тому кто повредил глаз другого человека полагается повредить его глаз на основании слов всевышнего глаз за глаз караим это делали мудрецы нет такого есть устная традиция которые мы знаем что речь идет что нужно дать денежную компенсацию пишет трампа мы не находим также спора в словах плод дерева великолепного как будет это никогда не было спора о чем идет речь все знали что речь идет про и трог не никто не говорит что нет это его это гранат это что-то другое нет 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 а если обсуждение что это но обсуждение не потому что не знали а потому что хотят понять глубинный смысл этого нет не потому что точно также дерево густа лиственная это вот мирт подобно этому нет никакой и такого кто оспаривал бы его слова отсеки ладони и когда засрам схватила чтобы оттащить от мужа это мы уже как-то обсуждали женщина же словах его и дочь коина сквернить себя блудодейством то отца своего бесчестного гнеда будет сожжена речь идет о каре полагающийся ли в том случае если она была замужней если она не замужняя то наказание этого нету тоже верно и в отношении определенной кары скилл и забивания камнями для замужней женщины муж который не обнаружил девственности цену сегодня есть смертная казнь забудьте нету сегодня смертной казни смертной казни только сандрин из 23 минимум человек которые получили смеху от мошера бейду которых сегодня нет до смеха безряжен тоже вернется и и суд вернется сегодня этого нету до себя забьют без проблем забивает свидетель не такое в иудаизме это очень четко нет палача тот кто пришел обвинил он и забивает нету палача нам неизвестно о ком-либо с времен мошей до наших дней кто оспаривал бы что речь идет лишь о случае когда она совершила грех будучи замужем не просто что у нее нет девственности может быть и не девственности в мара приводит что в некоторых семьях у них наследственно было что у них не было девственное плево значит или это может быть извините технически с точки зрения какая-нибудь там не знаю гимнастка или гимнастка это была женщина который у которой слишком широкий шаг это в по определению гморы тоже может повлиять здесь сказано когда наказание это если она согрешила замужней об этом идет речь не просто так сейчас проверяем у кого есть есть нет нет всех на эшафот снова таки если она в это время не была замужней то никакого никакой смерти понятно что это не не хорошо некрасиво и так далее значит но никакой никакой смерти речь естественно идти не будет я сейчас говорю даже во времена когда из андрей не сегодня цена во всех во всем подобном встречающие вас они сами нет разногласий ибо все эти толкования приняты отношения и об этих и подобных именно толкованиях сказали вся тора общие частные также нюансы данные на горе сина однако при том что эти толкования общепринятые в них нет разногласий заложено в тексте торы мудрость дает возможность вывести эти толкования путем силогизма то есть вторе это упомянуто и дальше это выводится как и что поиска посредственных подтверждений намеков и указаний содержащихся в стихах в талмуде ты можешь заметить рассуждение толкования умов на поле интеллектуальной битвы в поисках доказательств истинности толкований подобных упомянутым вот как говорят о его словах плод дерево великолепного а может имеется виду не плод цитрона цитрона а граната его и что другое пока не под не находят подтверждение что это плод цитрона что он живет с года на год и так далее и так далее цитрон это и трог на латыни виноват извиняюсь как говорится за свой греческий то и слов плод дерево буквально плод дерева говорят дерево вкус плодов которого тоже детственного вкусу дерева я не проверял не жевал никогда ствол трога ствол и плоды трога спорить не буду так говорят что это единственное дерево который сохранил значит но есть другие которые говорят что это живет с года на год и живет который около воды есть целый ряд объяснений которые выводят почему именно и трог то есть все знают что это и трог хотят понять почему об этом идет речь все это не из-за возникшего сомнения ведь очевидно что со времен его шут наших дней брали каждый год плоды и трога с финика с ветка филинковой пальмы и другими растениями не было разногласий однако они возникали в они искали в стихах писания указания на это общепринятое толкование таким же образом можно объяснить необходимо искать подтверждения о мирте или денежном взыскании за какую-то травму или о замужней дочери коина то что мы приводили и этих и подобных имя примерах следовали изложенному выше принципу этом смысл слов общее и частное сведения о законах которые ты видишь мы извлекаем из текста торы посредством дедукции и остальных 13 правил принятых от маше сена я думаю что следующий раз мы уже продолжим